Привет, мои дорогие друзья! Доброго утра, доброго вам дня! У меня утро сегодня началось в 4 утра, даже не то, что началось, мне кажется, у меня вечер плавно перетек в утро и в следующий день, потому что у Амели сейчас верхние зубки режутся, и она, бедная, не спит, мы, разумеется, с ней тоже не спим уже четвертый день. Вот сейчас я ее быстренько уложила в мой сон, надеюсь, что хоть немножко отдохнет бедный ребенок, а сама к вам поболтать чуть-чуть, потому что вчера задала в Инстаграм, кстати, кто еще не подписан, мой Инстаграм nata.lisa, вот так вот пишется, там у меня и Ака Камели с Орсой, с Пушкиным играют, и постоянно всякие конкурсы провожу, у меня уже трем девочкам отправила подарки, открытки сейчас отправила еще трем девчонкам. Кто не подписан, обязательно переходите, смотрите сториз, потому что на Ютубе я ребенка не выкладываю, а Инстаграм для меня как-то, не знаю, немножко более приватная вещь, поэтому там я могу какими-то моментами поделиться. Так вот, вчера как раз попросила вас задать мне вопросы, потому что не во всех влогах я касаюсь каких-то тем, которые вам могут быть интересны, и вы мне задавали довольно хорошее количество вопросов, поэтому сейчас с этим всем будем разбираться. Наливайте себе чаек, кофеек, или если включили это видео за обедом или за ужином, приятного вам аппетита, я очень часто включаю какие-то влоги такие болтательные, и в тем временем убираюсь, навожу порядок, занимаюсь какими-то своими делами, меня это так расслабляет, когда кто-то анатонно жужжит над духом, так что я такой жужжалкой сегодня буду у вас, и будем с вами на очень разные темы разговаривать. Тут есть мониторчик, где я смотрю за Мели, и, кстати, будет видео, если ребенок будет еще спать, то сниму сразу после этого видео о том, что нам пригодилось, не пригодилось из детских вещей, как у нас первый ребенок, мы со страху накупили всего, чего только можно, и довольно хорошего качества, коляски, электрические качельки, кроватки, то есть про это все, какие бутылочки покупали, что нам пригодилось, что не пригодилось, про это будет в отдельном видео, потому что тоже задавали такие вопросы, и также в отдельном видео будет про питание. Про питание у меня уже есть видео на канале, где я рассказываю о том, что как я ем все, что хочу, и не толстею. По ссылочке здесь можете перейти и послушать. Оно не... Там все очень подробно написано. Меня просили сделать еще одно видео, я его тоже сделаю, так как для меня это не то, что диета. В диеты я не верю. Я верю в то, что у вас в мозгах правильная расстановка, и автоматически уже получается, что есть, что не есть, и в каких количествах. Будет вкратце о том, что нужно слушать свой организм и не запрещать себе ничего. Просто, вот грубо говоря, что вы не сможете съесть целый торт. Если я захочу торт, я пойду и съем торт. Но, блин, я не смогу съесть даже два куска. Я раз съела несколько ложечек, все, мне отлично, я довольна и счастлива. Я не стрессую из-за этого, потому что я себе что-то запрещаю. Ну и что нужно есть очень часто, поэтому ты не голодный постоянно. Если ты постоянно каждые два часа что-нибудь хомячишь, то у тебя и чувства голода нет. Короче, когда я прошу задать мне вопросы, постоянный вопрос, как швейцарцы относятся к русским девушкам. Ребят, уже всем давным-давно все равно, из какой вы страны. Намного важнее, какой вы человек. Поэтому никаких стереотипов нет. Нет, если раньше были стереотипы, это было, мне кажется, лет 10 назад, но сейчас настолько все смешалось, настолько смешались все из разных стран люди, потому что стали приезжать на учебу за границу. Начали появляться уже с детства друзья из других стран. Поэтому, ну, нету каких-то границ. Так, как обстоят дела на рынке недвижимости для русских в Швейцарии? В Швейцарии вы не можете, если очень многие тоже меня спрашивали, что если ты покупаешь недвижимость в Швейцарии, дают ли тебе какой-то или вид на жительство, или какую-то помощь с визами. Ничего они не дают вообще. То, что ты покупаешь недвижимость в Швейцарии, тебе, ну, никак не помогает в дальнейшем жизни. Кстати, очень интересно, меня также спрашивали по поводу отдельного видео про недвижимость. У меня сейчас у мужа просто нет совершенно свободного времени, чтобы записать это. Но что меня удивило, что здесь с недвижимостью, когда ты даже арендуешь квартиру, то про тебя знают все. Твои выписки с банковских счетов, где ты работаешь, сколько ты получаешь, сколько у тебя, сколько ты там чуть ли не алиментов детям платишь. То есть всю эту информацию ты предоставляешь, чтобы тебе арендовали квартиру. Как бы я так была удивлена, потому что я еще помню то, что в России там, ну, грубо говоря, паспорт покажешь и все. И арендуешь квартиру даже, грубо говоря, без всяких, без налогов. А так, друзья друзей. Расскажите о колясках, одежде, бутылочке, кроватке и прочем. Расскажу обязательно в отдельном видео. Что нам подошло, ничто не подошло, какая коляска и бутылочки у нас там тоже, наконец-таки, выбрали. Сейчас вот даже после этого начну снимать, скорее всего, если Амире не проснется. Делайте прививки к дочке. Как относитесь к прививке от ветрянки? Мы делаем все прививки по расписанию. То есть у нас было, по-моему, в два месяца, в четыре месяца. И сейчас вот в девять месяцев мы сделали две прививки. Меня спросил врач изначально. Ну, то есть здесь спрашивают, вы будете делать прививки или нет? Мы сказали, да, будем. Все. Это антипрививочную тему. Я не хочу поднимать прививочную-антипрививочную, потому что это ваш ребенок. Вам за него решать до определенного возраста. Мне за своего решать. Сложно ли жить в Швейцарии? Мне не сложно. Мне сложно только без родителей, без друзей. А так, вы знаете, что для меня самое важное в жизни здесь? Я не чувствую страха. Если даже в Калининграде, в моем любимом, когда ты гуляешь или поздно домой возвращаешься, или я с собаками гуляла поздно, потому что я работу заканчивала поздно, и мне приходилось с собакой гулять там в 11 часов вечера, уже темно было. Было всегда страшно. Ну, мало ли, компаний каких-то или еще что-то. Было реально страшно. Здесь мне не страшно. Мне не страшно за своего ребенка. Мне не страшно... Вот мне просто не страшно здесь жить. Вот это вот очень важно, мне кажется. Какой уровень у вас английского? Знаете ли другие языки? И на самом деле я училась в школе, и у меня был основной немецкий язык. В университете я два года приучилась на иньязе на немецком, и потом ушла на сервис туризм, потому что я поняла, что это не совсем мое. То есть я в 16 лет, я вообще очень свободно разговаривала на немецком. Разумеется, по прошествии 10 лет прошло, я забыла вообще абсолютно все, но сейчас я слушаю когда немецкую речь, я понимаю. Ну, я понимаю, наверное, 70%. Даже могу что-то немножко сказать. Ну, как бы если бы я сейчас начала учить немецкий, заново подучивать, то я бы очень быстро влилась. Итальянский я сейчас знаю на таком уровне, что когда я одна хожу гуляю, я спокойно говорю с продавцами, я спокойно могу поговорить на такие small talk с кем-то, то есть о природе, о погоде, что я здесь делаю и так далее, и тому подобное. То есть это да, это я могу поговорить. Я считаю, что это нормально на данный момент, потому что я в основном говорю по-английски. По-английски я сейчас пойду на курсы, тоже, ну, наверное, онлайн какие-нибудь выберу, потому что, к сожалению, разговорный английский, то есть у меня база есть, я могу болтать-зболтать, но с грамматикой у меня проблема, потому что английский я учила по сериалам и по фильмам. То есть я никогда не учила за партой, там никогда не делала упражнения какие-то, и, к сожалению, грамматика у меня хромает. Но я думаю, так как словарный запас у меня, грубо говоря, достаточный в английском, то грамматику подправить мне будет легче. В общем, нужно всеми языками заняться. Сколько в год уходит средств на ребенка, не могу сказать. Вот честно, вообще не смогу сказать это сейчас. Кстати, как помогает ли государство? Государство нам в месяц выплачивает 200 франков, 200 евро, которые у нас входят на ее страховку. Мы платим страховку 200 евро в месяц, и эти 200 франков мы просто переводим на счет страховой компании. Вот, вся помощь. Как швейцарцы делают ремонт в квартире? Я даже не знаю, как. Все современные квартиры, они сдаются уже с кухней, с посудомоечной машиной, с ваннами. Все сделано. То есть ты заезжаешь и привозишь себе кровать, и потом постепенно обустраиваешь. У тебя уже есть и печка, и холодильник, и пара печка. В общем, все-все-все, что есть. У тебя особо ремонта не нужно делать. Кстати, ни у кого не видела обоев. Вообще ни у кого, ни в одной квартире. Все предпочитают вот такие вот просто покрашенные стены. Как вижу себя через 3-5 лет? Через 3-5 лет вижу себя работающей мамой, любимым мужем вместе с любимым ребенком в новом доме. Больше пространства, возможно, еще одна собака. Вот через 5 лет, возможно. Жизнение Амели российское гражданство. Значит, у нас оказалась огромнейшая подстава с этим коронавирусом, потому что гражданство, ну, ей сразу же автоматически дали швейцарское гражданство, паспорт. То есть здесь волокиты вообще никакой нету в плане получения паспорта для ребенка. Мы просто вот так вот ни в каких ни в очередях нигде не стояли. Для российского гражданства у нас практически сразу началась эта эпидемия. И чтобы сделать российское гражданство, нужно ехать в Берн. Я им туда звонила. Я пыталась зарегистрироваться в онлайн-очередь, и там постоянно было это невозможно. Оказалось, что чтобы встать в очередь на то, чтобы зарегистрировать, в какую дату ты хочешь пойти, есть... Короче, есть очередь, чтобы встать в очередь. Которой мы ждали. Я ждала три месяца, чтобы зарегистрировать себя в какой-то определенный день. И вот я ждала три месяца, и дата была еще через два месяца. То есть мне сейчас в конце октября надо будет ехать в Берн вместе с Эне, вместе с Эмили. Огромный список документов, просто огромный там... Большая анкета, которую нужно все заполнить, в общем... И обязательно нужно присутствие папы, потому что без папы второе гражданство не дают. Без его разрешения. А то вдруг он против, чтобы она была еще русская. В сферах дополнительное образование хотели бы вызывать Амели. Вы знаете, у нас... И, кстати, очень часто спрашивают про языки, на каком языке я с ней разговариваю, на каком языке они с ней разговаривают. Я с ней планирую и сейчас разговариваю в основном, когда мы с ней вдвоем, на русском языке. Эне все его... Ну и здесь все окружение, разумеется, говорит с ней на итальянском языке. Плюс мы еще друг с другом, так как говорим на английском, и я смотрю фоном постоянно какие-то видео у меня идут на английском. То есть она еще будет английский тоже понимать, знать. Плюс в школе у них обязательно, ну и для каждого швейцарца обязательно знание немецкого языка. И... Пушкин пришел. Обязательно знание немецкого языка, и также будет дополнительный французский. То есть, грубо говоря, в школе она будет учить два языка, это немецкий и французский. Ну и дома она будет знать еще три языка. То есть у нас ребенок, скорее всего, будет говорить на пяти языках. И здесь это очень важно. На русский я хочу ее отдать еще плюс дополнительно раз в неделю, чтобы она ходила на занятия по грамматике русского языка. Ну, то есть, чтобы у нее был хороший русский язык. Буду специальные книги на русском, чтобы она читала. За итальянский будет отвечать Эне. Кровь у нас отвечает за немецкий и французский, потому что она на них идеально разговаривает. Но здесь это нормально. У меня Эне говорит, получается, тоже на пяти языках. У него итальянский свободный, английский, немецкий, французский. И плюс местный диалект теченский. Чуч. Такое смешно немножко. Планируем ее еще отдавать, я не знаю, возможно, на спорт. И посмотрим. Мне важно, чтобы она сама что-то хотела. И знать, что она сама хочет. А не напрягать ее тем, что вот ты должна пойти на теннис. Или вот ты должна пойти на гимнастику. Что захочет, туда и пойдет. Пусть попробует все. Планируете отдавать Амелии в садик? Готова расставаться с ней каждый день? Да, готова. Я не та мамочка, которая не может отпустить от себя ребенка. Что для нее важно развиваться. Развивать свою индивидуальность. Чтобы она не была маменькой, иной дочкой. Постоянно бегала ко мне. Спрашивала или не могла. Или рыдала, если я ее на детскую площадку приведу. Я хочу, чтобы она очень хорошо общалась с другими людьми. Чтобы она была детьми. Чтобы она была коммуникабельной. Поэтому садик, мне кажется, это просто идеально. И это очень важно для социализации. Для новых друзей. Потому что у меня-то здесь... У меня нет подруг с детьми здесь, грубо говоря. Откуда Амелия найдет себе друзей? Только из садика. Откуда же она еще себе может взять? А сидеть, чтобы она дома со мной сидела? И что? Ну и потом будет только за маминой юбкой прятаться. И все. Нет. Я как бы в этом плане... Даже если... То, что я по ней буду скучать. Ну, как бы это мои проблемы. Почему она должна из-за этого страдать? Кем работает муж? Что он делает? Его специальность? Ну, очень интересно. Он работает в сфере недвижимости. Они и продают, и арендуют, и инвестируют. То есть все в этой сфере он занимается. Про физический набор, грузкий спорт. Сколько раз в неделю? Сейчас никаких. Потому что сейчас не могу оставить ребенка даже со свекровью. Свекровь занята. Поэтому, к сожалению, раз в неделю, если получается сбегать на фитнес, то это хорошо. Иногда делаю просто пресс, качаю здесь дома. Но больше, к сожалению, ничего пока не получается. Хотя я обожаю заниматься фитнесом. У меня огромный такой прилив энергии после этого. Я очень сильно люблю. Я тоже спыльчиваю, что делайте, чтобы быть терпимой. Да, кстати, для многих было удивительно, что я спыльчивый человек. И что мне непросто под контролем держать свои эмоции. Это на самом деле правда. Я как спичка, я сразу мгновенно зажигаюсь и сразу так же остываю. То есть мне нужно 5 минут. Они уже знают, что если я что-то там... То все нужно 5 минут перетерпеть. Он меня там успокаивает. Все-все-все хорошо. Все, не переживай. Все, это будет все это дело. То есть очень важно, чтобы у вас рядом человек был, который в эту секунду вас поддержит. И который понимает, что этот всплеск невозможно контролировать, к сожалению. То есть как бы я ни старалась, как бы я ни пыталась, но это или нужно работать с психотерапевтом, я не знаю, или как-то разбираться с собой. Вот у меня браслетик пис, который я стараюсь себя схватить на мысли, посмотреть, спокойствие и все. Тут очень много о питании, о питании. О питании я уже сказала. Про детские садики. Про детские садики. Так, ребенок. Ой, бедный ребенок у меня зубками стреляет. У нее нижние уже прорезались давно, несколько месяцев назад. Сейчас верхние они уже прорезались, но, видимо, все еще и... Про семейный бюджет у швейцарцев. Девочки, семейный бюджет у швейцарцев — это два работающих человека вкладываются в семейный бюджет в 90% случаев. Потому что жизнь здесь дорогая, и одному протянуть очень трудно. За квартиру, за страховку, на пенсию. Очень много затрат, которые вот просто у нас вылетают, грубо говоря, если взять нашу семью, за страховку. Потом у меня муж еще платит за себя, за меня, на пенсию откладывает. Потом мы платим, ориендуем квартиру. И, ну, то есть, такие там серии. За телефон, за интернет. Это ДТП у нас выходит больше где-то 5-6 тысяч евро в месяц. Вот просто вот так вот. Каждый месяц, который нужно отдавать с одной зарплатой, это очень трудно. И меня спрашивали, что вот нашла себе мужика, он ее погонит на работу. Девочки, ну, как бы это очень странно. Тоже мне писали. И, кстати, здесь были в этих вопросах, в какой-то не думаешь об открытии своего дела. Отвечу сразу же на несколько пушки. Ты чего? Мне кажется, у меня это было, ну, наверное, лет с 16 по 19, когда я думала, что было бы здорово, если бы у меня был богатый муж, а я бы сидела дома и ничего не делала. И вот я не знаю, если честно, почему у меня были такие мысли, но подозреваю, что из-за пропаганды по телевизору, в обществе, где все считали, что для девушки это просто манна небесная, богатый муж, и это все, к чему нужно стремиться. К счастью, прошло уже сколько? Больше 10 лет. У большинства здравомыслящих девушек этих понятий уже нет. Слава богу. Но до сих пор меня удивляет то, что частенько мне пишут, что вот, нашла себе, он ее на работу погонит, нашла бы себе какого-нибудь богатого, сидела бы и отдыхала. Я когда начала, когда я пошла на работу в первый раз, нет, во второй раз это было, мне было там 20 с копейками лет, я так кайфовала от того, что я зарабатываю свои деньги. Блин, ну это же так офигенно, когда у тебя есть свои деньги, когда ты можешь тратить на то, что ты захочешь, когда ты просто, ты получаешь зарплату, и ты просто, ну, у меня столько счастья было. И вот два года я проработала в абсолютнейшем счастье от того, что я работаю, от того, что я самостоятельная. И у меня до сих пор это, я до сих пор хочу, чтобы у меня были деньги свои, во-первых. А во-вторых, сидеть дома, это все равно, ну ты так, ты подтупиваешь, потому что тебе становится лень, какие-то курсы находить из дома по интернету, тебе становится лень, развивать себя как-то, тебе становится это все лень. Когда ты находишься, когда ты работаешь, когда ты находишься вот в этом ключе, у тебя какой-то моторчик зажигается, и ты начинаешь все делать. И ты начинаешь так, у тебя и мозг быстрее работает, ты как-то собираешься быстрее. Пока маленький ребенок, у меня, ну как бы, у нас вообще теряется абсолютнейший смысл мне выходить на работу, потому что няни стоят очень дорого. И мне, если даже пойти на какую-нибудь работу за три с половиной тысячи в месяц, там три с половиной тысячи, ну получать, я не знаю, кассиры в супермаркете, то мы столько же будем, грубо говоря, тратить на няни. Как бы, то есть смысл в этом теряется. И у меня не хочет ли у меня, ну какого-то лучшего места там, или еще что-то. Пока ребенок не пошел в садик, у меня сейчас есть возможность развивать, допустим, даже свой YouTube-канал. На данный момент, да, я не получаю каких-то хороших денег, то есть я получаю там то, что я получаю с YouTube, это на нам один-два раза на ужин пойти. В лучшем случае. В самом лучшем случае и не на очень хороший ужин. Но я надеюсь, что, возможно, в дальнейшем, если канал разобьется до такой степени, что у меня будут хорошие рекламодатели, потому что я сейчас не хочу вам рекламировать какой-то шерпотреп, я вас слишком сильно уважаю. Посмотрим, если получится у меня с YouTube. И на данный момент я занимаюсь одним проектом, который я очень надеюсь, что у меня получится. Но я такой человек, который быстро загорается, быстро остывает. Я уже чем только не пробовала заниматься, но на этом я прям сосредоточилась. Не могу сейчас говорить, потому что боюсь, что сделаем так. Я надеюсь, что это все произойдет до Нового года. Я смогу вас... Я вам сразу же все расскажу, я вам скажу, как это все делалось, что это. И я надеюсь, что... Я надеюсь, что у меня получится завести свой какой-то такой небольшой бизнес. Не хочу я сидеть дома, зависеть от мужа, несмотря на то, что у меня замечательный муж, который делает намного больше, чем даже другие мужья здесь делают. Я чувствую абсолютнейшую уверенность в нем. но я не выбирала себе мужа-миллионера, хотя могла бы, но мне это не венчато, что это главное. Я все так же считаю, как меня учили мои родители с детства, что нужно добиваться всего совместно с твоим партнером. Тогда вы будете больше ценить друг друга. Это вот в плане насчет открытия своего дела. Думаю, думаю, думаю. Очень хочу. Надеюсь, что получится. Почему решили сделать влог на русском? Я изначально делала влог, потому что от одиночества. У меня тогда не было здесь никаких подруг, у меня не было ни Яны, у меня не было... Ну, как-то мне хотелось с кем-то поговорить. И я сама смотрела очень много влогов, и я видела какую-то поддержку со стороны подписчиков. И, разумеется, ну, как бы если бы я делала влог, а изначально задумывалась о деньгах, то, конечно же, я бы делала лучше на каком-то корявом, но на другом языке, потому что из России ты получаешь меньше всего денег. Ну, как бы я такой наивняк еще. И не хочешь завести фэшн-влог, например, у каждой девочки есть вещи, с которыми она не знает, что сочетать. Хотела бы. И насчет макияжа хотела бы побольше, потому что у меня есть второй канал и третий канал, который мы хотели с сыном вместе. Но оказалось, что это очень-очень трудно все совмещать с ребенком. Есть, конечно же, супер-мамы, которые все-все-все могут, но мне намного проще, мне кажется, сейчас будет делать какой-то организовать бизнес, который мне реально кайфово нравится, и т.д. и т.п., чем заниматься еще дополнительным ютубом, который мне не приносит деньги и просто забирает у меня огромное количество времени. Потому что даже если ты снимаешь, даже вот я сейчас буду снимать, вот у меня на записи будет там 30 минут, мне же эти еще 30-40 минут, отсмотреть все нужно несколько раз, это еще плюс, там, час-полтора, а когда еще разрезать, а где-то там ссылочку вставить, а где-то еще что-то делать. То есть ты помимо того, что ты там тратишь на съемки определенное количество времени, тебе потом, чтобы это все просмотреть, тебе потом, чтобы это все сделать, монтаж, это огромное количество времени. А так как у меня это время не окупается, мне не приносит какие-то деньги, то, ну, смысл этим заниматься. Я лучше попытаюсь что-то сделать для какого-то бизнеса. Как окружающая относится к тому, что вы ходите с камеры, говорите на русском? Ну, как бы, ну как? Мне самой неудобно. Вы знаете, где мне неудобно? Мне неудобно снимать в ресторанах. Очень неудобно снимать в ресторанах. Потому что ты как дебил сидишь. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вот это вот посмотрите, вот это посмотрите. Мне безумно неудобно снимать других людей. И, конечно же, это смотрится глупо, когда ты идешь с камеры и вот так вот себя... Кстати, у меня есть... Я в Инстаграм тоже часто выставляю какие-то прикольные видео. Там один-два в день. И у меня... Сейчас вам покажу про любителей себя поснимать. Вот мне кажется, на меня также все смотрят и ржут надо мной. Ну, а что делать? Кстати, они мной очень гордятся, что у меня будет уже 20 тысяч подписчиков. Я не ожидала, что он меня будет гордиться, но он считает, что это лучше, чем если бы я пошла сюда работать где-то на плохой работе, даже если бы это приносило больше денег и уверенность. Но здесь, так как я начала сама с нуля, и вот он этим именно гордится, потому что он говорит, что сейчас же стольки начинают. И когда я перевожу ему ваши какие-то комментарии, он говорит, ну вот видишь, тебя же даже любят, к тебе же хорошо относятся, ты же там много значишь для других людей. Вот. Как вы развили свой талант к живописи? Как учились этому? Я не училась рисовать, мне просто всегда это нравилось. Я не хотела в художественную школу, но мне почему-то... Ну, мне нравилось. Вот видите, это меня так и успокаивало. Я сделала там что-нибудь... Мне очень нравилось портреты рисовать, мне до сих пор нравится. Хотя, грубо говоря, что я делаю, очень часто я делаю срисовку. То есть я беру фотографию, я делаю фотографию на холсте, грубо говоря, а не из головы беру какие-нибудь там образы. Потому что если я беру из головы, у меня получается практически всегда одно и то же лицо. И это неинтересно. А так... Не знаю. Как бы у меня хорошие пейзажи получались, и там всякие горы, леса и т.д. Но не мое было, мне было неинтересно. И сейчас... Вот сейчас я Настю пообещала, что ей картину сделаю. Буду делать обязательно ее портрет в каком-нибудь там стилизованном стиле. И Яночке я все должна картину еще нарисовать. Но опять же, вот у меня ребенок спит, да, полтора часа в день. Что я за эти полтора часа могу сделать? Я могу быстренько помыть кухню, я могу быстренько сходить, отнести вещи на стирку, закинуть в сушилку. Я могу еще даже выбежать погулять быстренько с собаками. Кстати, что мне нужно сейчас сделать? А то уж бедный все терпит, терпит. Вот и все. И прошло полтора часа, а потом мне ребенок не даст ничем заняться. Она мне не даст ни порисовать. Она мне не даст даже посидеть, монтировать. Это тоже уже проблема. Поэтому... Поэтому вот так вроде бы все. Ну вот, ребятки, так мы с вами быстренько поговорили. Я сейчас побегу с собаками гулять, потому что надо, пока Амелия еще до конца не проснулась. Девочки, любимые, мальчики, пожалуйста, не забудьте пальчик вверх. Для меня это очень много значит. Помогите мне, пожалуйста, с развитием канала. Я вас обнимаю. Я вам желаю прекраснейших... Выходные у нас сейчас нет. Прекраснейшего дня. И желаю вам всего-всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok